Хей, всем привет любители визуальных новелл, и не только, с вами Никетсу Макакайто, и в этом видео буду проходить новеллу под названием Винтер Класстория, что переводится как Зимняя История Любви. Данная новелла вышла в конце 2023 года, в то время я был в армии, и я новости, естественно, у меня была такая возможность новости смотреть, там, визуальных новелл и так далее, и я увидел, что вот эта вот новелла вышла, и, блин, вот если бы я не был бы в армии, честно говоря, я бы её бы сразу бы и прошёл бы. Сейчас, конечно, не зима, а лето, конец июля 2024 года, но, тем не менее, мне хочется сыграть в эту визуальную новеллу. Она только доступна, насколько я знаю, только в ВК-плей, я через ВК-плей её только вот запустил, и всё больше. Единственный минус, кстати, в ВК-плей, за что я хочу ругать прям, не как в Стиме, то есть, бывают разные ситуации, когда, допустим, интернет отключают, и бац, типа, ты хочешь запустить игру, а ты её не запустишь, потому что нужен интернет, либо я чё-то не знаю в ВК-плей-клауд, поэтому для меня пока что ВК-плей-клауд это херня по сравнению со Стимом, ну, в этом плане уж точно. Ладно, так вот, там ещё Хоп Винтертейл выходил, я на Бусти купил, потом тоже пройду в Винтертейл, она бесплатна, можете скачивать в ВК-плей. Так вот, чем заманила меня эта новелла? Сразу скажу, я начал чуть-чуть прочитал, но я уже не помню, я так просто протестировал, так скажем. И, блин, она мне напомнила мою визуально новеллу, последний поцелуй входящего года, тоже скачивайте, ссылка будет в описании. Все зимние такие новеллы я очень сильно люблю. Давайте, ладно, не буду затягивать об игре, тут ничего не написано будет. Ну вот, в Винтертейл в Австоре написано данный проект, созданный при использовании нейросетей, да, кстати, да. Итак, ладно, давайте начнём, настройки у нас что тут есть? Громкость музыки мы поставим, может вот так вот будет? Пускай так и будет, ладно, полный экран, так, давайте начать. Начинаем. Тик-тик, тик-тик. Девушка нам говорит, эй, ау, ты опять уснул за книгой? Боже, ты безнадёжен. На мои глаза пролился свет. Обычно такое бывает на допросе, когда лампа прямо в лицо пихает, но сейчас это была лишь обычная лампочка на потолке. И как она дожила до наших времён? Ещё мой отец закручивал лет десять назад. Я тогда ногу умудрился растянуть, папку мою решил подсобить. Ну, тогда он мог себе позволить ещё подниматься выше табуретки. Ну, сейчас живой и на том спасибо. Мать не разлюбила ещё его. Как так люди живут вместе и ещё и так долго? Хотя моя ситуация довольно глупый вопрос. Патриция. Сколько себя помню, она всегда вела себя как старшая сестра из-за разряда. Сейчас дам по шапке мелкие, но чуть что произойдёт. Была той самой милой девушкой, которая нуждалась в ласке и заботе. И зная её характер, она обязательно сейчас придёт с кружкой чая и будет сидеть рядом молча, потому что каждый раз ей неловко после такого. А, вот она как. Нет, а вот говорю, если это всё нейросетями сделано, тем не менее, это достаточно очень интересно. М-да. А, ну это очень хорошо. Наследству мне досталась небольшая квартирка, это родни с отцовской стороны, в которой я долго жил один. О-о-о, а вот это я люблю. Кстати, а квартирка, вы изуально добыли, она досталась, ну, в принципе, от родственников тоже. Немного спойлер, но всё же. Он отказался от наследства, но прямо родственники, которым, видимо, некому было оставить имущество, предложили перестать её на меня, когда стану старше. О-о-о, ну это правильно. Ох, и было же это давно. Больше десяти лет назад. И вот я уже чувствую аромат чая со сними ягодами. Красота. Жаль, что я не Петрушова. Прости, пожалуйста, я тебе твой чай, любимый, заварила. О. Прощу только за поцелуи и предоставление услуг подушки в виде твоих коленок. А-а. И каждый раз одно и то же. Ладно, уж иди сюда. Блин, так как мило, на самом деле. Да, действительно, миленькая новая. И вот очередной раз лежал на коленях свой возлюбленный, дочитывая какую-то незамысловатую книгу, которую взял утром в ларьке, пока шёл на учёбу. Я думаю, что можно немного про себя рассказать. Обычно студентам по цене в курсе ненужного высшего образования, на котором настаивали родители. А, вот оно как. Младше своей девушки на год, но выше неё. Не знаю, что там такого, но почему-то мне это нравится. Ещё параллельно работаю в поддержке одного сервиса из дома. Деньги получаю с этого небольшие, но хватает. Да и Патриция, нет-нет, да подрабатывает, рисуя портреты на заказ. Ох, вот как. Ценник у неё порой выходит довольно нескромно, но оправданно. Вот ей точно высшая дизайнерская пригодилась. Так как с финансами нет проблем, то нам хватает времени друг на друга, ибо работы их не так много. Как-то так, особо больше нечего рассказывать. Патриция в этот момент поглаживала меня по голове и сама уже читала со мной книгу. Я переключусь из книги на свою девушку. Глаза, полные печали, о которых можно утонуть. Давно вместе, но выбираемся редко на люди друг без друга. Это больше, чем любовь и привязанность. Обязанность. Ох, вот оно как. Это преданность друг другу, которая совпала с нашими характерами интровекторов и неважением расставаться друг с другом даже на час. Вот оно как. Пат! Да, эээ... А, Пат, ну по 30 типа. И звук часов... И как... Вот, звук точь-в-точь как будто из моей новеллы, кстати. Да, звук часов, кстати, такой же, да. Да? Что такое? А ты не хочешь куда-нибудь сходить? С чего это ты вдруг подорвался? Мы же обычно дома с тобой сидим. Думаю, мы зачахнем и станем мне лучше чайных пакетиков. Тогда, Сусанин, веди меня туда, где можно находиться хотя бы в сидящем положении. И только туда, где мы можем заняться тем, что дома мы не делаем. В любом случае будешь нести меня домой на себе. Кино или аниме мы смотрим обычно на ноуте, в клуб игровой время от времени, но вытаскиваем старую мегу. Чтоб вместе погонять синих ежей и спасти мега-лягушками. А, ну это знаю. Если кто не в теме, я скажу. Ну, Соник, как, ну, и, конечно же, Батл Тодз. На сейге Мега Драйв имеется в виду. Ну, мало ли кто не понимает. Да мы даже поход в магазин почти полностью заменили доставками на дом. Так и с людьми общаться разучишься. Мы ведь спад друг друга без слов уже понимаем. Но, как ни странно, при отсутствии контакта с внешним миром, Патриция чувствовала себя довольно, вполне точнее, хорошо, даже прекрасно. Наши родители постоянно называли нас совятами, которые сидят в дупле круглый год. Вот это интересно, на самом деле, прочитать про интровертов и так далее. Но всё же, раз сейчас праздники, то нужно искать его праздничное настроение. Так как сейчас праздники, ну... То мы идём с тобой ловить праздничное настроение. Ищем его везде. В магазинах, игровых автоматах, катке. И тебе напомнить историю, когда ты ногу подвернул на льду. Я в этот момент приуныл и скорчил грустную физиономию. Но я не сказал, что не хочу пойти в другие места. Это ведь свидание? У Пата покраснели кончики ушей, и она начала накручивать свои волосы на палец, отведёт взгляд в сторону. Ну-ка, милашка. Да, это свидание. Как бы долго ни жили вместе, она всегда будет хотеть быть немного слабой, чтоб я за ней поухаживал, ведь она девушка, и ей это свойственно. А-а-а-а! Не, ну это понятно, ладно. И любви хочется всем. Она тоже не исключение. Что же, надо посмотреть тогда, куда её сводить-то. А хотя... Патриция, давай упростим немного мне задачу. С деньгами у меня нет проблем. Куда ты хочешь пойти? Я хочу знать твои хотелки и выполнять их за этот вечер. А, ну... Вероятно, для неё это был неожиданный вопрос. Ведь мы и сошлись на той площадь, что она приглядывает за мной и ничем другим особо не занималась. Поэтому нужно прислушиваться к ней в этот раз. Ну так что? Может мы тогда... И как новых купим? Мы же обычно таран... А-а-а! Вообще ясно. Да нет же, для приставки. Для неё... Я посмотрел в сторону телевизора, где стояла приставка чуть младше меня, года на два. Младше тебя, года на два. Типа PlayStation... Какой? Погоди, второй что ли? Или чё? Или какой? Или Xbox? Ну ладно. А ведь и правда, они ведь есть много других игр, которые можно вместе проходить. Может тогда возьмём более новую консоль? Я перепрошу её её... А-а-а-а! Теперь понятно, ладно. Может тогда возьмём более новую консоль? Или я перепрошу её, и можно будет на ней пилить в игрушки с разных платформ? Ах ты, ну и... Сразу нет. У нас уже была такая, и мы её продали, потому что она скучила. Тоже верно. Тогда... Вперед за играми! Не могу ей отказать в таком, не могу и всё. Блин! Чувак, тебе... Ё-моё, я кашляю. Чувак, тебе на самом деле повезло с девушкой. Это определённо. Но допустим, сейчас много ли... Это что там, кнопка YouTube? А, показалось. В углу, на самом деле, я думал, кнопка YouTube. На самом деле, вот девушка, которая играет в видеоигры, ну блин... А-а-а, как это сказать? Те, кто... Те, кому нравятся более игры... Ну, это в плюс, как бы. Потому что интерес же схожий. То же самое с кино, с музыкой и так далее. Короче, проще говоря, если интересы совпадают, это, блядь, это очень здорово. И если у вас попадётся девушка, которая будет ценить, ну, игры, и как-то вы можете с ней поговорить, блин, это определённо... Вот берите эту девушку. А вот, ну, значит, то же самое с кино. То есть, что вам нравится? То есть, общие интересы. Это как бы банально от меня не звучало. Но по три... Ой, этому... Чуваку, главному герою нашему, повезло с Патрицией. И они идут за играми. Неожиданный сюжетный поворот. Не могу ей отказать такому. Не могу и всё. А что мне надеть? В чём игры выбирают? Она посмотрела на меня с непонимающим взглядом и стала стыдно за то, что я не водил её так часто куда-то. А человек задаёт такие вопросы. А, Миша говорит. А, ну, игры не требуются к дресс-коду. Облачись в том, что тебе больше нравится. Ну, и не забывай, что на улице зима. Патки в новое ушла рыться в шкафу. Мне пришлось заменить её коленки-подушкой. Ну, мне не пришлось собираться, потому что на улицу и учёбу бегу одни и те же вещи. И именно поэтому я лежал и угадал, что будет на моей сове. От ожидания, точнее, у меня я расхотелось уже лежать, поэтому решил посмотреть в окно. Шум со стороны гардероба меня интриговало, но я постарался акцентировать внимание на улице. Остановка 410-го и какой-то парень с длинной чёлкой. А-а-а-а! Подождите, это что означает? Вот к нему автобус подъехал. Какой-то он не такой. Вот там девушка идёт, но явно не по погоде одетая. Понятно. Понятно, ребята, понятно! Отсылки! Пасхалки на бесконечное лето! То есть, ну, можно сказать, это всё в одной вселенной. Это очень круто, что придумал создатель. Так, вот это вот один большой плюс уже за это, можно сказать. Так, а насчёт, что я хотел ещё сказать? Своей визуальной новеллы. У меня она ни в одной вселенной с бесконечным билетом. Абсолютно я этого не хотела, но я вдохновился боевым. И там остановка не 410-го у меня была. У меня просто остановка, короче. Блин, вот это тут прикольно, на самом деле, сделали. И зачем я иду в сторону остановки? Всё равно не успеваю. Так, а куда ты идёшь? Зачем я иду в сторону остановки? Всё равно не успеваю. И да, он в этот момент тронулся с места. Диана. Погоди-ка. Классика жанра. А что сейчас вообще произошло? Погодите. Вот там девушка идёт, но явно ей по погоде одет. Это типа... Погодите сейчас. А теперь, наверное, другой, да, его на герой? Короче, погодите, ладно, сейчас. И зачем эту сторону остановки? Всё равно не успеваю. И да, он в этот момент тронулся с места. Классика жанра. Вздохнув, я начал рыться в контактах, выискивая номер такси. На телефон показал судьбоносный один процент, и сдав предсмертный звук, вырубился. Но только я захотел громко выгрыгаться, как обратил внимание на парня в окне, который то и дело смотрел в разные стороны. А-а-а, вот оно что, мы играем за девушку. Всё, я понял. Извиняюсь. Ладно, просто в начале как-то странно было. Я думаю, это уже, на самом деле, прошедшее время. Мне явно видел и то, как опоздала на автобус. Тоже видел, скорее всего. Выглядит весьма симпатично. Мне теперь сквозь землю хочется провалиться. Ещё и нарядилась не так тепло, понадеявшись успеть на автобус. Холодно. Пойду обратно переоденусь хотя бы. Вроде не опаздываю даже. Время ещё есть. Куда она опаздывает-то, ё-моё. Интересно. И несмотря на то, что это будет выглядеть странно, просто развернулась в обратную сторону и пошла обратно в дому. Живу ведь рядом. Как такое, что опоздала. Почему каждый раз одно и то же? Хм, странно. Мне даже интересно. Не странно, а интересно, я хотел сказать. У меня привычка просто такая иногда говорить. Блин, интересно-интересно. Я иногда сейчас увидится, да? Смотря на себя в зеркало, я проверила всё ещё раз. Взяла с собой портативку, если телефон будет садиться. Угу. Так, окей. И заказала такси. Негоже по такому холоду ходить. И вот спустя несколько минут я уже спускалась к машине, как вдруг из-за какой-то двери услышала крик. В смысле, Рута Ани не будет? Больной какой-то. Рут Ани. Из какой-то визуальной новеллы. Рут Ани. Больной какой-то. Ладно, не задерживаемся, время, деньги. Хотя в моём случае они просто чуть дольше проживут. Рут Ани, Рут Ани, Рут Ани. Блин, если была бы тут отсылка на мою новеллу каким-то образом, ахуел, я бы ахуел бы. Честно, абсолютно. Ну что касается вообще, что я хотел сказать. А пока Рут Ани. Да хрен его знает какой-то из визуальной новеллы, без понятия. Может, мод какой-то на бесконечное лето, может быть. Ну ладно, окей. Ладно, не задерживаемся, время, деньги. Хотя в моём случае они просто чуть дольше проживут. Так, и... И куда она едет, интересно, что-то я вот, не знаю. Ну-ка. Патриция. Так будет лучше? Состроив умное лицо, я начал ходить вокруг неё, внимательно изучая, тем самым придав себе напыщенный вид одного из моих преподавателей, который ходил вокруг отвечавшего, словно лев, возле добычи. Не томи, что не так. Я улыбнулся. Да и налюбоваться я не могу. Хорошо сохранилась разница в плюс один год от моего. Ну окей. Да иди ты! И в этот момент воздух был рассечён со свистом, но дальше звуков не было, потому что источник свиста не долетел до меня. Я уже настолько хорошо её знаю, что все действия предсказ... Ах! Я упал на одно колено. Ладно, не все удары ещё знаю, признаю. Но удары под колено у неё поставлен. Ух ты! Прям хорошо так. Этого не ожидал. Хороший удар. И сейчас она покрасняла больше обычного. Всё. Мы уходим. Ни хрена себе женщина, как в пиздюре. Искать у меня за воротник потащилок выхода. Достаточно миленькая абсолютно. Стой! Да кухтку накину хоть! Так. И как это всё они с Дианой-то встретятся интересненько. Ну извини, не простебёшь, не проживёшь же. Да иди ты к чёрту, не смешно вообще-то. Патриция. Закрой рот, пожалуйста. Вот такой делок у нас был, когда мы уже спустились вниз. Так ведь и до скандала недалеко. Что делать-то? Пат. Я тебе сказал рот закрыть. Что тебе из этого? Непонятно. То, что ты даже извинения не хочешь выслушать. Не хотел и не хочу и не буду хотеть ничего выслушать. Просто замолчи. Так вот как значит. Да и что? Я молча выду на вокруг и в правую сторону и... Да ладно? Я сидела на заднем сиденье, не стерпением ждала, когда доеду до бара. Кладовый водитель достановился и к нам сел тот парень с балкона. Охренеть, да ладно? Вот так вот на этом скандал закончился. А-а-а-а, блядь, вы женщины, всё здесь за вас. Тот парень с балкона. Чего? Это что за день неожиданных встреч? Барная Минина. Плачу тысячу. Он посмотрел на меня. За девушку точно. Задачу себе оставьте. Спасибо, конечно, но... Отговорки не принимаются. А сказал как-то неуверенно и как будто через силу. Чуть позже протянул водителю купюру. Водителю вообще без разницы, похоже, кто ему платит и за что. Со стороны парня я увидел, что там рядом стояла девушка и просто сверлила машину взглядом. И это у него, мягко говоря, печальное лицо в слезах. Поехали уже. Сказал он это с комом возле горла. То есть они расстанутся, что ли, или чё? Вот мне интересно. И машина тронулась, оставив плачущую девушку позади. Хотя мне кажется, что парень тронулся. А ещё кажется, что вечер принимает новые обороты. Да, чё-то как-то странновато, но... Интересно, интересно всё становится. Теперь от лица Патриции. Что я наделал? Почему каждый раз я предстаю такой злой перед ним? Первый за несколько лет мне снова представилась возможность плакать. На тротуаре, зимой, на коленях. И не потому, что Миша меня постоянно обижал. Точнее, он этого не делал и вовсе. Или только из-за него нашла желание жить. Он ведь терпел все мои выходки. А сейчас... Неужели это кадец? Лицо мёрзло от слёз. Миша ругаться будет, если так и продолжу сидеть. А будет ли это? Будет. А вот это уже... Такое ощущение, как будто звуки взяты из моей новеллы. Ну, я понимаю, что автор уже дома, я сидела возле окна. Нет, я, конечно, понимаю, что автор... Тиканье часов я тоже взял с интернета. Звук снеговый звук, когда идёт главный герой, тоже взял с интернета. Я, конечно, понимаю, что это звучит одинаково. Но мне не покидать такое ощущение, на самом деле, что он мог взять. Напиши мне автор, если ты видишь это видео. Бравли, ты правда... Бля, но это вряд ли, это вряд ли. Опять же, это я уже, не знаю, фантазирую скорее больше. Уже дома я сидела возле окна. После того, как он уехал, прошло несколько часов. Время уже почти час ночи. Мне стало тошно от себя. От тебя, да, от себя, точнее, да. Он меня брал и в этот момент зазвонил телефон. Та вещь, которой я практически не пользовалась, стала для меня сейчас как лучших надежды. За последние часы я пробовала звонить, но сбрасывала. Так как была неуверенная. Хочет ли он со мной поговорить? На экране отображался контакт Миши. Я судорожно попыталась раз за три нажать на кнопку, чтобы принять его. Последняя попытка увенчалась успехом. Миша родной, где ты? Сейчас не Мишу аппарат, а Диана. Говори адрес, сейчас привезу тебе этого... Сомелье недоделанного. Он напился. Сейчас меня даже не смутило, что ответила какая-то девушка. Меня больше радовал тот факт, что увижу Мишу. Хоть в каком-то виде. Я назвала адрес, а стала ждать. Вот это поворот! Неожиданный у нас. Ладно, ну да. Но, как оказалось, долго я этого делать не пришлось, потому что уже минут через... Тексту подожди сейчас. Нет, это не звук. Свои добылы у меня уже все. Но, как оказалось, долго этого делать не пришлось. Потому что уже минут через двадцать я услышал, что ключ переворачивается в замке. Едва я вышла в прихожую, как лицезрела, следующую картину. Две девушки. Пьяный Миша, которого держат девушки. И коробка средних размеров. Патриция, верно? Какого... Катя. Приветик. А, вот она, значит, что... Какого... Приветик. Извини, что так внезапно все. Я-то Диана, которая позвонила с телефона Миши. Оставь чайник, и разговор будет интересным. Так, 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 и какой же... У меня тоже интересно, какой же будет все-таки разговорчик здесь. Мы сидели в тишине, пока ждали чайник. Мишу Патриция уложила спать, предварительно поставив рядом тазик. Так, так, на всякий случай. Ну, это по классике жанра. Катя, которая помогла нести его, тоже сидела молча, что для нее не свойственно. Осматривая их квартиру, я обратила внимание, что интерьер, как у зажиточных, граждан конца начала на любви. Ахули, студенты. Как бы да, в наше-то время немного старомодно выглядит, но чувствуется достаток. Хоть что-то, все-таки. Да блин, как втомительный-то, ненавижу этим не мое паузы. Я тоже, если честно, не говоря, ненавижу. И вот спустя пару минут чайник скипел, а Патриция разливай всем чай попутно, вытащу вкусности к чаю, печенье, вафли, пару шоколадок, чашку с конфетой. Ебать, да ладно, не надо, пока ты живёте, да ёмно, хватит, все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все. Успокойся, пиздец. засверлили мне уши этим чайником богата живете и первое решила нарушить эту тишину я в этом убедилась еще после той покупки и кивнула в сторону коробки которая так и не было раз как это а что в ней это открою знаешь сидите так игры да и не то что то пока девушки пререкались между собой открыла коробку и обомрела картриджи просто коробка игровых картриджей девушки обратили внимание на меня и диана спросила а теперь объясни пожалуйста перед началом не менее интересной истории и и начала просто не каждый день приходится искать круглосуточные такого центра с отделом ретро игр это круто заняли сейчас начнется 5 что ничего диана я чеканила каждое слово и ее подруга наконец-то притихло началось все с во время моего пересказа диана не отрывает кого от меня взгляды почти не махала в то время как кати периодически отвлекалась на чай дослушав до конца и что дальше они будут играть и встретить новый год ли что произойдет интересно и решила не учить девочку жизни тем более что у нее характер такой ладно тоже не маленькая разберешься что с ним делать но и не забудь извиниться тут и виновата женской солидарности не жди она молча кивнула изначально я собиралась на встречу с ней и кивнул в сторону кати я решила изначально поехать до бара на маршрутке но опоздала на нее и начал мерзнуть так как оделась скажем не по погоде и обратила внимание что в окно миша твой высунул высунулся и зевал по сторонам может и меня видел ты в этот момент после этого я решила умолчать о том что мне стало стрёмно перед тем в таком виде пошел в сторону дома и решила переодеться и вызвать такси из дома потому что еще телефон сдох когда уже спустя время села в такси буквально через несколько минут машина останавливается и не садится миша которого я вот только в окне видела дедок у него был не особо хороший сразу сказал сразу сказал чтоб до бара довез и заплатил за нас обоих хотя я и не просила об этом и в этот момент катя протянула купюру патриции ох ёлмак как вот тут это за такси да чуть не забыла спасибо катюш в этот момент патриция покраснела но деньги не взяла не стоит он и так вам хлопот доставил ну как знаешь хотя пожалуй плечами убрала купюру в карман были и обратила на тебя внимание когда муж отъезжают начали но ничего не сделала потому что сама в шоке сидела молча доехали до бара михаил как и полагается галантному юноша даже дверь не открыл и пошел жрать водку как самая настоящая свинья в этот момент его девушка вздохнула продолжай я решила не трогать его и пошла катя но так как мы вместе с ним зашли она меня закидала вопросами мол кто это откуда чей он и тому подобное не забывай о том что я одинокая дама и ты резко приезжаешь с каким-то парнем само собой что вопросы будут это верно и пересказал тот момент с такси она сразу решил вернуть хозяйки то есть тебе нашего рыцаря которому в том момент успел уже вылакать слишком много зелье и два стрела на ногах подавиться и не дуна на меня посмотрел после таких сравнений ничего себе не удивляйся просто не вы не любите иногда поиграть старые игры ничего себе ну ка я вчера вот в герой в первых сыграли какого они я кстати никаких героев не играл честно признаюсь поэтому без понятия ну ладно я чекал вот в герой в первых играла сандарт сандарт треков тут кстати нету но хотя бы я не знаю на иросеть какую-нибудь поставили бы а не зала на иросеть и будет ли авторский провал вот мне интересно но я не знаю ладно неважно еще работа героев первых играла хотя ладно это сейчас не так важно а катя 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 а что тебе нравится вот блин мне тоже было бы интересно так вот после этого мы решили его остановить от продолжения попойки но не тут то было только мы встали это че дело пошел в сторону выхода но мы и увязались за ним сразу решили не трогать чтобы голова освежилась у него правда его мы вышли как увидели что он просто лежит снегу потом лет по 30 прикрывается руками слабе идиот ну мысли у нас же шли тем же чередом что и у тебя сейчас нам кроме как привести его в порядок а потом вернуть относительно целом ничего не оставалось но это мы так думали когда мы начали пробовать его тащить за собой он отпирался и требовал отвезти его магазин потому что его истеричка очень хотела новых игр не так кашлявшись на это реально кашляю я процитирую мне нужно магазин я обещался истерички новых игр и я их куплю выглядела уборно я постаралась как то так нас хоть и двое но он упрямый душу я поняла не обязательно уточнять я пожалу плечами хозяин барина можно мне чаю удалить она это нагреть не будешь мне в баре так то да и мне не сложно просто гости не так часто да и вы и мишу мне вернули хоть каком-то состоянии сейчас долю и 2 патрица отвернулась за чайником я бросил корейзин на взгляд на катю что я закатила глаза ничего были интересная история бы не помешали кстати они что будет рубиться что ли когда новый год будет кстати где такси патрица сушу голоса на кухне по 3 я попытался встать на силу притяжения оказалось более могущество и вместо того чтобы подняться с дивана я упал с него тело ватное не слушается еще ударился обо что-то я услышал шаги именно шаги не шаг так 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 посмотрите кто проснулся боже правый тебе нельзя вставать тяжелые случаи на не критический 2 девушка судя по знакомому аромату ко мне приблизилась патриция взгляда долго не мог скусироваться но по голосам понял что где-то в проходе минимум две девушки и голоса которых смутно припоминается но неизвестно откуда сиди не двигайся я тебя полотенце мокрое принесу лицо протереть я лишь кивнулся также лишена нормального зрения с парасонии и похмелья судя по привкусу во рту а типа как плохо будет ой блин я не то что бухал но знакомы немного передо мной кто-то села спросил сильно болит кать принеси меня калкина вроде сумки была моей сейчас а вот и полотенца к тебе идет так рядом со мной присел знакомый силуэт и аккуратно начал протирать мне лицо словно маники себя на которой вывозился в каше и вместе с этим начала возвращаться видимость и у меня наоборот что-то я махаю глазами бог ты мой и в этом понял почему один из голосов мне был знаком но только я открыл рот как девушка сидящая передо мной нянчила меня диана зовут да ты видел меня в окно скорее всего как опоздавшая девушка на авто у вас потом сел мое такси напился в баре после чего я со своей подругой с тобой нянчились и она кивнула в ее сторону погодите и она кивнула в ее их сторону но их тут было лишнее на самом деле но автору лучше исправить это я просто до таких деталей тоже придирчив можно сказать и свои навалия тоже переездание это убрал она кивнула в ее сторону я катя и улыбнулась протягивая минералку что сделал я невольно атаку что сделал я невольно такого пробуждения не каждый день так просыпаюсь очень приятно на меня начала волновать другое точнее другая патриция да она сидела рядом со мной не говорила ничего только лишь легонько касаясь меня влажной тряпкой после чего мне мне стало чтобы подождите она сидела рядом со мной не говорила ничего только лишь легонько касаясь меня влажной тряпкой после чего мне стало надо было три точки иногда поставить скорее всего потому что стало что прости меня дурака оба виноваты не вини себе но вот перед девочками извинись ты больше хлопот доставил кстати они как раз рассказывали все что было тебе интересно послушать не сначала интересно так история это все повторяется и так далее ладно мы это уже знаем когда ли так далее слушать слушать будете дальше да конечно остановились мы на том что нам пришлось минут 30 по по картам искать любое открытое здание где продавался хотя бы один картридж емае угадайте с одного раза где мы нашли подходящую точку правильно на другом конце города мы доехали до той точки это оказалось такой центр как ни странно нашли там отдел работающий до 12 ночи по итогу михаил почти тщательно отбирал каждую дискету тем самым набрав целый ящик и также решила не говорить что он пару раз уронил стенд с ними от ботом поэтому перевела внимание на ящик который катя также притаранила с кухни тут все подряд контр лягушки диснеевские игры какие-то какая-то ультимейте версия драк а а вот имеет mortal komba 3 то мы знаем погодите контр лягушки и контр контр есть и на я знаю но тебя у них же есть наверное это новый картридж а это сербовский картридж и значит уличные бои и гонки я немного перевела дух и продолжила на штах объединяет это возможность играть вместе он не выбрал ни одной игры даже набора где есть хотя бы одна игра без кооператива страшно представить сколько денег на это ушло поэтому ты обязательно будешь поэтому ты обязана будешь попробовать ничего себе патрица кивнула но к этому магазинам это не закончилось он решил что должен извиниться перед тобой и ему приспичило искать круглосуточный магазина чтобы взять бутылочку вина ооо блин я бы сейчас бы выпил бы честно в итоге пришлось ему сказать что недалеко от его дома есть такой услышав слово дома он сразу начал судорожно набирать тебе но резко захотел спать и в итоге вырубился когда пошли гудки а вот и подняла ой диана точнее позвонила выходит ну да дальше мы уже с тобой поговорили добрались сюда повисло молчание и только отрывками помню все старайтесь меньше говорите просто слушать в ответ он просто кивнул чай хочу не теряйте я на кухне катя как всегда я тоже пойду вам думаю есть о чем поговорить блин а вот это интересно а если по и героине бы встретились из-за ли новеллы это шоке бы было бы классно диана ушла и подмигнула мне на входе в итоге я осталась с мишей наедине я посмотрела ему в глаза и начали начали капать слезы дурак сижима удавалась за тебе естественно и он и 6 лет вместе и так уйти но по музыка прости меня родной пожалуйста я постоянно срываясь на тебя учу очевидным убью больше этого не будет правда только не бросай меня пожалуйста я все это время сидел рядом с ним вдруг моя голова оказалась у него на коленках да я дурак от истеричка быть такой какой была ведь это ты настоящая на последнем слое он поднял указательный палец вверх и же в этот момент заплаканным лицом смотрела на него и не понимала как он меня терпит просто легкомыслив я беспечный полюбил глупый тебя дурак такой какая то есть вот в это и вот пленут это и есть та самая любовь до самый лучший и буду такой всегда и на этом наша история заканчивается риблион то еще серьезно большое спасибо за то что ты не проявил или не проявила равнодушие дошел дошла до этого момента я несколько раз переписывал данный монолог и решил что лучше будет просто поздравить тебя с новым годом у меня сейчас лето на дворе ну ладно спасибо большое но делать я это буду не один также также приветом на коллеге и риски из и рис games так за окном метут метели давайте-ка прочитаем вот стихотворения за окном метут метели пышные ваты и бег снег войдет снежок к нам на зимние карусели учиться праздник новый год с наилучшим пожеланиями от команды и рис games также приветом на у коллеги и риски из и рис games сожалению не все кому я предлагал добавить открытки смогли поучаствовать поздравлению но и риска любезно согласился остальным же в любом случае хороших релизов а чуть не забыл с новым годом да все акт это изображена такая интересненько так три точки доползите уже наверх так все такое это еще не все оказывается доползите уже наверх ладно влаги не будет ладно автор сценарии бриллион кода прибили он художник ладно художник реберин музыка реберин проект создан при помощи на его сетей это уже прочел так и что же мы сейчас сделаю свой векте на самом деле понравилось мне нового или нет наверно вы догадываетесь все-таки так сюда что уж какой-то секретик будете попадать они ничего не будет так в общем давайте сделал вектик на самом деле мне а вот реально такая коротенькая давала меня мне понравилось действительно абсолютно то есть легка чит легкосчитаемо это раз не то что у меня признаюсь товаре у меня там философский посыл тому подобное нет немного другой тоже кстати переходите и читайте мой визуального последний поцелуя хрящего года так вот что я хочу сказать насчет winter love story во-первых фон и даже если это на иросети поливать абсолютно мне понравилось и стиль быть почему мне кажется что автор на вот новеллу он вдохновился немного и моей новеллы для такое ощущение серьезно звуки одинаковые это как он картинка такая вот блин серьезно хочет и на иросеть но как будто замазано что ли сделано в стиле как это сказать художника как я это планировал делать блин вот реально рибели он есть это и вдохновился мои новеллы и последний поцелуй ходящего года ну блин спай вот блин как-то сказать даже у меня нет слов были но я очень рад на самом деле что кто-то вдохновился но это скорее всего не так это просто обычное совпадение что больше так думаю так что как-то так ладно я хочу сказать свое мнение а то долго буду говорить в общем фона они хоть и на иросетевые нормальные иконки на иросетевые тоже нормально ничего в этом нету я вижу я оцениваю продукт не то что это сделано на иросетями оцениваю как она выглядит да верно то есть выглядит отлично сюжет сюжет мне очень сильно понравился я думал это конкретно про новый год но нет мне очень сильно это нового понравилось я не зря в нее играл я прям чувствовал что здесь история будет интересная то есть я свой отзыв в каплее все-таки оставлю действительно понравилось я вам рекомендую переживать на самом деле на самом деле было интересно прочитать историю про отношения патрицы и миши вот там кто-то оставлял комментарий в каплее что вот я теперь переживаю за эти отношения в принципе да кстати здесь можно вас переживать и тому подобное типа лучше случится дальше типа что уйдет я все думал если честно что миша подругой люди это такой ты чё 6 лет с ней был и резко не переключишься на диану ты чё совсем что ли уже сразу этому любовь у них выстроиться но как-то так ну музыка насчет музыки она такая хорошая на самом деле в главном меню мне действительно нравится то есть зимний вайп есть это то что нужно визуальным новеллам как бы сказать да и только зимним тоже бесконечном лете есть свой вайп в общем чтобы был вайп на было как-то так еще раз говорю что историю вы можете это прочитать совершенно бесплатно vk play мне очень сильно понравилось если говорить по оценке а с точки зрения короткий визуального не знаю не буду сравнивать это с бесконечным летом там доки доки тому подобное нет немного неправильно мне понравилось и я могу поставить ей 7 и всем из десяти наверно такая оценка будет наверно достаточно хороший я думаю для автора для короткой новеллы это достаточно нормально в общем сейчас не новый год но если за у тебя за экраном новый год я поздравляю тебя с новым годом как тут поздравили желаю всего хорошего у меня вон лето еще ладно но на этом я буду прощаться и дык это какие визуальные какие-нибудь новеллы а тебе рекомендую это скачать кстати вот поддержи автора как поддержи там по моему есть ссылка на бусте или нет я не знаю но тоже поддержи как и другие люди наверно в общем спасибо большое за то что посмотрели это видео спасибо большое что ребели он сделал эту игру очень сильно понравилось еще раз говорю но хвалите можно было чем бесконечно я на гна думаю все уже закончу на этом да всем спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки жмите на колокольчик чтобы не пропустить следующие видео комментируйте также скачете мои визуальные новеллы по ссылке в описании последний по целую ходящего года я с вами прощаюсь имбулники сама какая-то всем удачи и если что привет ребелину от меня или он пускай напишет комментарий я буду очень рад прочитать и сделал какую-нибудь тоже игру подобную блин и напиши мне или я найду ну и пройду вот как-то вот так вот